здравствуйте дорогие друзья очень рад сегодня развивать наше общение учение в том числе мне хочется ответить на некоторые актуальные вопросы личного хождения с богом и знание пути по которому идти лично тебе в предыдущей своей проповеди я упоминал такой термин рассеявшийся это люди которые одно время находились в иерусалимской церкви в книге деяния апостолов описывается это событие когда ученики иисуса христа были гонимы то есть на них было воздвигнуто гонение со стороны религиозных властей и они рассеялись но они не были рассеянными они были рассеявшимися я говорил о том что их духовная природа она побуждала их благовествовать слова и это этот факт он в двух местах писания указан вот следующим образом что рассеявшийся между тем ходили и благовествовали христа да и в другом месте там написано что они не просто там ходили туда-сюда они целенаправленно шли покоряя евангелию души нашли далеко дошли до кипра там да практически они дошли до рима и написано что они никому не проповедовали слова кроме иудеев то есть они проповедовали ну евреем да но тем не менее среди этих рассеявшихся были также и люди которые проповедовали и грекам елинам и достигали их там также сказано что их старания были они весьма весьма успешными что великое множество обратилась господу и именно в антиохи стали впервые называть учеников иисуса христа христианами и вот подумайте дорогие друзья это все сделали рассеявшиеся люди рассеявшиеся ученики иисуса которые уже не собирались в одном в каком-то месте но по воле божией они были высвобождены кондина высыпаны как соль в землю чтобы осолить чтобы проповедовать евангелие и меня это очень восторгает меня это очень восхищает почему каждый из этих людей как я сравнивал каждый из этих людей он как вот этот муравей знал то что ему нужно делать его внутренняя духовная природа водительство божье она вело его для того чтобы обращать новые новые души ко христу я поднимал такую проблему о том что многие люди сегодня оказавшись вот в состоянии такого россияне до когда нету возможности собираться в одном в одной какой-то общине до либо может быть эта ситуация когда ты оказался где-то далеко где нет вообще никаких общин либо может быть ты вышел из какой-то но религиозной организации в которой ты больше не мог находиться и вдруг человек обнаруживает что он не знает что ему делать видите вот эти люди рассеявшиеся они шли они почему-то знали что им нужно благовествовать слова у них была на это смелость определенная как написано и говорили слово с дерзновением да они делали это они шли смело и четко знали что делать сегодня многие люди многие верующие люди оказавшись в одиночестве или оказавшись в таком каком-то россияне и да они не знают что им делать я говорил о том что мудрость это знать свой путь знать что тебе делать почему верующие люди называющие себя последователями христа одни знают что им делать и куда идти другие люди находятся в растерянности как будто вот им нужен опять приставник какой-то начальник какой-то надсмотрщик который бы им говорил что им делать этим видео я просто хочу немножко дать возможность людям которых есть вопросы по самоопределению по как мне писали в комментариях такого просто как найти свой путь вот я оказался там не в какой-то общине и либо я нахожусь в общине которая вообще никуда не движется а я хочу двигаться как мне найти свой путь как мне понять что мне делать и знать очень много сейчас рассеявшихся людей которые не могут даже отождествить себя с какой-то конкретной религиозной организации и часто люди отправившись вот в такое самостоятельное плавание они не могут найти себя и я сегодня вижу определенные причины почему это происходит почему одним людям проще находиться в какой-то организации в каком-то собрании почему они не могут даже находясь там найти какой-то самостоятельный путь для того чтобы определиться в своем пути я советую себе дорогой друг прежде всего ответить вот на такой вопрос ты просто верующий или ты ученик иисуса христа равно христианин вот ученик иисуса христа это и есть христианин сегодня я хочу тебе это показать первую разницу между уверовавшим и учеником иисуса христа показал сам иисус в частности в евангелии от иоанна 8 главе в 31 и 32 стихе сказано следующее тогда сказал иисус к уверовавшим в него иудеям если пребудете в слове моем то вы истинно мои ученики и познаете истину и истина сделает вас свободными сам иисус полагает здесь определенное разграничение что есть просто уверовавшие люди я вам хочу сказать кто то сказать но здесь к она иудеи тут написано уверовавшие в него то есть это иудеи которые уверовали в него иисус он сразу же заговорил с уверовавшими людьми в него об ученичестве показав тем самым еще к тому же что именно ученики имеют привилегию к познанию истины то есть соединиться с истиной стать не одно целое и быть в свободе это привилегии учеников кто-то может сказать нового послушай он эти слова говорил еще ветхом завете еще он не был распят еще не был в воскресе воскрешен он не был еще вознесен но я хочу сказать что уже много лет после пятидесятницы даже уже после того как излился святой дух есть еще место где встречается вот этот термин уверовавшие иудеи и этот термин он применяется конкретно к новозаветним верующим людям апостол павел после миссионерского путешествия в асии приходит к апостолу иакову в иерусалим а у них там собирается совет апостол павел рассказывает за свои успехи в покорении евангелию язычников в ответ на это иаков и там другие братья иерусалимские они ему говорят деяние 21 глава 20 стих они же выслушав прославили бога и сказали ему видишь брат сколько тысяч уверовавших иудеев и все они ревнители закона о ком они говорили они говорили конкретно новозаветних уверовавших людях которые жили в иерусалиме я вам хочу сегодня показать определенную связь между теми уверовавшими иудеями и новозаветными верующими диалог уверовавших иудеев с иисусом об ученичестве привел к тому что они чуть не побили камнями иисуса он когда стал говорить вы станете свободными если будете в ученичестве они говорят да мы и так свободны и стали ссылаться на моисеев закон то же самое практически произошло когда павел пришел в иерусалим вот эти уверовавшие иудеи уверовавшие новозаветние они оказались серьезной угрозой для него иаков предупредил его горит они соберутся потому что слышат что ты учишь отступлению от закона моисеева то есть спустя много лет после того как дух святой злился и злился конкретно на этих людей спустя много лет они все еще как написано продолжали быть ревнителями закона и иаков для того чтобы сберечь павла от этой агрессии даже определенной он посоветовал ему выполнить определенные ритуалы чтобы войти в храм чтобы остаться как говорится в безопасности очевидно уверовавшие люди что в случае с иисусом что в случае с павлом вот их отличительная особенность вообще от учеников иисуса христа в том что вот этот они ревнители закона у них все еще есть вот этот пункт ну закона как это выражается у современных верующих у современных верующих это выражается в том что просто уверовавший человек считает что вся его функция это вести определенную какую-то морально правильную жизнь от таких людей вы часто можете услышать я не пью не курю там матом не ругаюсь и ну в собрание хожу исправно то есть вот какие-то такие вещи которые позволяют им считать что они угождают богу вот это считали уверовавшие в иисуса ветхом завете вот это считали уверовавшие в иисуса в новом завете и вот это то что отличает верующих от учеников ты мне можешь спросить ну хорошо а ученики что прежде чем я скажу что-то про учеников я хочу еще раз упомянуть этот момент на самом деле дух святой я вижу это из общего контекста вообще вот этих двух терминов уверовавшие и ученики иисуса я вижу что дух святой он не хочет это разделять он наоборот хочет как вот иисус это говорит только они уверовали он сразу говорит вы сдавайте становитесь истинно моими учениками там будет свобода там будет соединение с истиной потому что знаете как такое если подытожить вообще кто же такой верующий вот хорошо написано в евреям 11 главе 6 стихе там написано что приходящий к богу должен веровать что он есть и и ищущим его воздает то есть что это означает то есть вот вот она вот принцип того что ты уверовал ты знаешь что есть тот кого ты уверовал и что он может ответить тебе что он воздает когда ты его ищешь вот и это в принципе позиция верующих людей а вот кто такие ученики во первых я сразу хочу обратить внимание на вот эту фразу потрясающая фраза деяния 11 глава 26 стих здесь написано целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей и ученики в антиохии в первый раз стали называться христианами дорогие друзья я думаю что дух святой ничего просто так в писании не формулирует каждое слово но имеет определенное значение и вот здесь не написано что уверовавшие люди или верующие здесь конкретно сказано что ученики стали называться христианами именно ученики стали называться христианами я думаю это потрясающая вообще истина потрясающее но открытие даже да у нас сейчас вот вы посмотрите человек приходит в церковь мы иногда даже не знаем вообще уверовал ли он по-настоящему родился ли он вообще от бога от духа и мы его уже называем христианином просто по факту вероисповедания мы говорим в христианстве есть конфессии там протестантской католической православные это все христиане дорогие друзья но в лучшем случае это верующие люди вот конкретно я верю что эта формулировка она очень точная именно ученики стали называться христианами если бы вы меня спросили еще какой вот серьезный отличительный признак просто уверовавшего человека что отличает ученика от просто верующего я бы сказал вот эту фразу которая написана в деяниях 13 главе 52 стихе здесь написано а ученики исполнялись радости и духа святого вот хочу вам сказать вы видите сами эту разницу вот написано видишь брат сколько уверовавших иудеев и все они ревнители закона а вот написано а ученики исполнялись радости и духа святого я бы хотел знаешь чтоб ты понимал разницу вот верующий человек он ревнитель заповеди он или он верит что иисус есть что иисус его спаситель он верит в спасение он верит в крещение он верит в какие-то вот такие знаете доктринальные вещи но ученик это человек который исполняется радости и духа святого в частности я хочу обратить особое внимание на исполнение духом святым вы знаете дорогие друзья от когда мы говорим о том что какой-то человек он вдруг решил искать самостоятельного хождения с богом я вас смею заверить дорогие друзья и я думаю что вы не будете с этим спорить что на самом деле если человек не исполняется духом святым вряд ли он может сотрудничать со христом вряд ли он сможет знать вообще что ему делать и как двигаться в качестве примера я хочу вам показать деяния 13 глава с 1 стиха там описывается интересный момент в частности там описывается что были некоторые пророки учителя там савл варнава да то есть они собрались написано постились служили господу молились и вдруг конкретно дух святой говорит отделите мне варнаву и савла на дело которое я призвал вот вам конкретный пример люди собрались исполнялись духа святого и пол и вдруг дух святой начал конкретно их направлять что им делать точно так же вот эти рассеявшиеся люди люди наполненные духом святым люди которые были движимы духом святым вот это гонение которое на них возникло после того как стефана побили камнями написано не рассеялись но пошли благовествовали слова ты знаешь вот я хочу тебе задать вопрос чтобы ты сам себя про экзаменовал вот если бы тебя сейчас куда-то ну как забросить или рассеять или оставить вообще одного знаешь ли ты что тебе делать и если твой ответ нет я хочу тебе сказать тебе нужно начать занять позицию исполняться духом святым бог он тебе до сих пор может быть никуда не поставил никуда не направил не сказал отделиться от чего-то и пойти куда-то вот как в деяниях 13 главе он говорил этим ученикам отделить им павла варнаву для того чтобы они делали какое-то дело в частности миссионерская кто-то может сказать послушай я пережил крещение святым духом я пополнен святым духом как это я почему бог не может меня там задействовать или я до сих пор не знаю что мне делать дорогие друзья все ученики они были наполнены святым духом в день пятидесятницы те вещи о которых я говорю они каждый день исполнялись духом святым вот это основание это в принципе то ради чего я вообще сегодня хочу говорить на вот эту тему если ты не умеешь самостоятельно исполняться духом святым вряд ли тебе светит какое-то самостоятельное вообще служение какое-то самостоятельное понимание куда тебе двигаться потому что именно исполняющихся духом святым учеников бог задействовал он делал это разными путями такого человека как стефан он употребил для того чтобы свидетельствовать фарисеям выставить их просто найти вот людьми с необрезанными ушами там написано что они не могли противиться духу и мудрости который был на нем таких людей как апостолы ученики которые говорят мы не можем взять и не пребывать в слове не исполняться духом он употребил для того чтобы с великой силой свидетельствовать о воскресении христовом таких людей вот как эти рассеявшиеся благовестники он употребил для того чтобы покорять евангелию азию и так далее и так далее именно вы увидите я хочу чуть-чуть вернуться назад в книгу деяний послушайте когда иисус уходил на небеса когда он возносился он призвал учеников и сказал им что ожидайте там обещано от отца придет дух святой и когда он говорил о духе святом мы часто вот это знаете как упускаем крещение святым духом сегодня она часто вообще превращается просто в какую-то духовное переживание но у этого есть конкретная цель он горит вы примете дух святой вы будете крещены духом святым и станете свидетелями они прекрасно понимали к чему вообще дан дух святой не просто для того чтобы найти как нырять там чтобы накрывала или там еще какие-то вещи святой дух исполнение святым духом делает тебя свидетелем я сегодня слышу когда верующие говорят ну веровавшие люди там христиане сейчас уже как хотите называть это они говорят я еще не знаю кто я я не знаю может я пастор может я лидер может я там администратор может я еще кто-то я еще ищу свое призвание я тебе хочу сказать дорогой друг дорогой друг что тебе нужно искать не призвание своего а тебе нужно исполняться духом святым и тогда дух святой он тебя призовет как святой дух может призвать ревнителя закона на дело которое он хочет дано распознано на проповедь евангелия вы знаете если бы было написано что эти вот люди ученики они сидели ревновали о законе ревновали об этом и дух святой сказал вот именно это то что мне надо отделите их я их пошлю проповедовать евангелие они вы пришли и знаете проповедовали бы людям то о чем ревнуют но сегодня хорошая новость заключается в том что дух святой господь всемогущий он хочет чтобы ты ревновал об исполнении духом святым именно тогда ты пойдешь проповедовать людям то что надо ты им пойдешь проповедовать благодать когда написано что апостолы с великой силой свидетельствовали о воскресении христовом написано великая благодать была на всех и сегодня то о чем ты ревнуешь то ты будешь проповедовать если сегодня твоя ревность по исполнению духом святым тогда на твоем служении будут люди исполняться духом святым у тебя будет проявляться дух и сила в твоих словах вот это то чего хочет господь и сегодня если какой-то человек еще не знает своего призвания я хочу тебе сказать общее призвание главное призвание для каждого верующего человека ты должен стать свидетелем если ты принял дух святой если ты принял крещение духом святым твоя первейшая задача это быть свидетелем в чем это выражается для чего ученики исполнялись духа святого они исполняли святого духа конечно же есть момент наслаждения духом святым когда ты наполняешься тебе хорошо за этом псалмами словословиями мы еще этого чуть-чуть коснемся позже тебе хорошо но следующая главная задача быть свидетелем и сегодня как вообще определить что ты действительно человек который исполняется духом святым ты будешь свидетельствовать ты будешь свидетельствовать и это будет духе жизнь это будет не просто какой-то рассказ об иисусе это будет явление духа мы поговорим об этом следующей передаче я хочу сказать вот именно за то как быть свидетелем как исполняться духом святым как вообще определить что ты наполнился духом святым потому что знаете дорогие друзья хочу сказать что когда я говорю иногда верующим говорю исполняйся духа святого и радостью вот же здесь написано они говорят так мы радуемся я говорю что а как вы вообще определяете но это и радость в духе святом или это просто какая-то знаете такая накрученная эмоциональная радость которая сейчас полно в церквях люди знаете они думают что от того что есть такое понятие как ну типа вас куряет там возгревая свои эмоции там дорогие друзья разница вот в чем ты можешь возгревать свои эмоции на любом концерте на любом мероприятии наполняться эмоциями и даже радостью но есть радость которая духа святого поэтому прежде всего нужно не эмоции воскурять там или возгревать а нужно исполняться духом святым а это вопрос связан с ну с мыслями об этом в другой раз поговорим сегодня я говорю за то чтобы ты определился как тебе идти с богом как мне в комментариях кто-то написал в этом сказали мудрость заключается в том чтобы знать что тебе делать или мудрость разумного знания пути своего а как узнать свой путь дорогой никак ты не узнаешь свой путь если не будешь наполняться духом святым ведь написано будут все научены богом это первое во вторых я привел пример из деяния 13 главы они не куда-то пошли посмотрите эти люди будучи учителями написано пророками они исполнялись духом святым чтобы дух святой мог им сказать что им делать конкретно каким-то образом он нашел способ этой группе людей сказать отделить павла и варнау на миссию они все услышали они все находились в духе святом сегодня когда ты читаешь книгу деяний ты должен увидеть этот момент иисус он сказал не отлучайтесь от иерусалима вы будете свидетелями когда дух святой на вас сойдет и для того чтобы находиться как павел говорит свидетельство христово утвердилась вас они исполнялись духом святым не просто знаете один раз и ну что-то я не чувствую себя свидетелем ты должен в этом крещении божьим духом находиться каждый день тогда ты будешь знать что тебе делать и сегодня если ты оказался один если ты оказался вне системы если ты оказался ну неважно по какой причине ты ищешь свой путь можешь ты даже находиться в системе но ты уже понимаешь что ты не можешь быть просто винтиком а что ты уже хочешь быть самостоятельным учеником иисуса и делать быть вадимым духом делать то что он говорит вот это то чем у тебя сегодня надо научиться исполняться святым духом находиться в крещении духом святым я так скажу находиться в нем каждый день вы знаете ученики считается что писятница случилось я слышал такие вещи когда люди говорят ну в день пятидесятницы на них сошел святой дух вот поэтому они стали апостолами они стали свидетелями они стали такими исцеляющими людьми дорогие друзья это было только начало я вам хочу сказать кое-что о силе забегая вперед когда случилось пятидесятница все кто находился в этом в горницу да там 120 человек они заговорили на иных языках и начали пророчествовать и вот пришли люди пришли люди на этот шум услышали вот это говорящими на их разными наречиями и говоря начали насмехаться над ними и смотрите что говорит петр петр встает и начинает цитировать пророка и аиля говорит вы не понимаете вот то что вы сейчас видите это предсказанное пророком и аилем и теперь будут юноши видеть видение сновидение старцы будут там до вразумляемый сновидением и говорит будут пророчествовать юноши там рабы получат значит духа святого то есть он перечисляет какие-то вещи связанные сведениями пророчеством силой и мне хочется спросить с одной стороны ну а разве там уже все это начало происходить они всего лишь заговорили на языках начали говорить о великих делах божьих но петр он говорит вот теперь это все начнет происходить вот теперь то начнется вот это служение свидетеля знаете что даже иисус христос он называет себя свидетелем верным и истинным то есть основная функция вот он христианин это свидетель христов это не рассказчик об иисусе христе это не просто уверовавший в ответы с неба это не просто человек который верит что иисус он живой ученик иисуса христа это свидетель а свидетель это человек который живет духовную жизнь который пребывает в крещении святым духом который может говорить с духом и вы знаете что свидетельство она больше имеет отношение к духовному действию чем к рассказу приведу такой пример иисус говорит я имею свидетельство больше иоанново потому что дела которые дал мне совершить отец они свидетельствуют то есть свидетель это человек который может что-то делать духом божьим духом служить в дарах служить силе мы поговорим об этом следующей передаче поэтому дорогой друг я хочу тебя призвать чтобы ты начал изучать очень сильно своего внутреннего человека изучать факт крещения тебя в дух святой если ты человек крещеный в духе святом ты можешь изучать этот вопрос тебе нужно всеми силами просто направить свой взгляд вовнутрь что дал тебе бог не быть просто человеком который верит что иисус есть и ищущим воздает это очень хорошо но это только самое начало сегодня я хочу чтобы ты услышал эти слова иисуса который говорит уверовали молодцы а теперь вам нужно стать моими учениками не какими-то ревнителями закона правил там или церковной жизни а ученики написано исполнялись радости и духа святого это основная печать делающие отличие между просто верующим человеком и учеником иисуса христа ученик он исполняется духом святым это его можно сказать ежедневная потребность это его образ жизни я хочу сегодня пожелать тебе дорогой друг войти реально в эту классную тему исполнения духом святым если ты вдруг на сегодняшний день все еще у тебя есть вопрос твоим с твоим духовным человеком внутренним может быть ты не крещен святым духом я хочу помолиться за тебя прямо сейчас возьми сейчас положи просто руку на себя я помолюсь чтобы дух святой он наполнил тебя чтобы ты заговорил прямо на иных языках через крещение духом святым ложи на себя руку я молюсь за тебя сегодня отец я благодарю тебя за духа святого которого ты даешь прямо сейчас каждому верующему каждому послушному тебе человеку во имя иисуса христа дух святой благодарю тебя что ты наполняешь каждого кто сейчас молится каждого кто сейчас смотрит что ты разрушаешь всякие рамки всякую тьму всякое невежество как написано в слове твоем что это принадлежит дальним и ближним всех кого не призовет господь скажи прямо сейчас дорогой друг вместе со мной дух святой наполни мою внутренность роди меня свыше крести меня наполни меня так чтобы мои уста начали произносить слова из духа во имя иисуса христа прямо сейчас пусть дух святой наполнить тебя наполнить тебя дорогой друг ты можешь прямо сейчас даже так и сказать дух святой я знаю что это принадлежит мне я принимаю тебя наполни меня наполни мое сердце наполни мои уста чтобы я мог молиться духом прославлять духом петь с духом и начинай прямо сейчас это делать прямо сейчас начнем воспевать ему прямо провозглашая его совершенство его силу это принадлежит тебе это твое во имя иисуса христа сейчас когда я заканчиваю свой эфир ты продолжай молиться пусть дух святой сойдет на тебя пусть он наполнит тебя и живет и полноценной жизнью исполнение духом святым каждый день нашей следующей передаче мы поговорим за свидетельство мы поговорим за явление духа и силы мы поговорим за то как быть вот этим человеком который исполняется духом святым каким образом вообще это происходит оставайтесь на нашем канале подписывайтесь рекомендуйте своим друзьям до встречи и мои и и и и и и